Всем привет! Меня зовут Маша. Сегодня я буду рисовать вот такого кота Мэнкуна. Его зовут Эдди. Он живет в Финляндии вместе со своей хозяйкой Ниной. Она выиграла гибэвэй у меня на инстаграм. И этот портрет будет для нее в подарок. Я буду использовать вот такую бумагу. Это пастельма 30х40 темно-синего цвета. У нее очень интересная текстура. Такая шероховатая. Она очень хорошо держит пастель. Буду использовать, соответственно, сухую пастель и пастельные карандаши. Сейчас вам покажу весь процесс. Приятного просмотра! Я начинаю с того, что легко обозначаю контуры. Для этого я использую белый либо светло-серый карандаш. Они очень хорошо работают по темному фону. Я достаточно четко вижу детали, которые я прорисовала. И в то же время, если мне понадобится что-то исправить, я смогу легко это сделать. Силуэт кота у меня будет на темном фоне, практически черном. Более темный он будет ближе к самому силуэту. А дальше уже к краям листа я буду добавлять серый и синие оттенки. За счет этого у меня будет очень объемное изображение. Все буду делать, в принципе, так же, как и на фотографии. Мне очень повезло с тем, что это профессиональная фотография кота. И все детали, они прекрасно видны. Я смогу ничего не придумывать и все передать так, как есть. Рисунок я буду начинать с левого верхнего угла, с левого уха. Сначала я сделаю контур вокруг него. Я буду использовать черную пастель. Нанесу ее, потом растушую. Сделаю такую плавную тушевку. А потом уже можно использовать светлые карандаши и прорисовывать само ухо. Здесь я буду использовать как и белый карандаш для прорисовки кисточек, самых светлых моментов. Так и черный, чтобы показать контраст вместе с белым. Здесь нужно не забывать добавлять другие цвета. Например, розовый, такой коричнево-розовый. Чтобы была видна ушная раковина розоватая, которая просвечивает сквозь волоски. И самые светлые детали уже можно добавить в конце. Чтобы ушко было таким объемным. И здесь я буду двигаться потом сверху вниз. То есть прорисую два верхних уха. И потом уже буду спускаться вниз по листу. Чтобы лишний раз не задевать рукой, не пачкать рисунок. Несмотря на то, что это пастельмат. И эта бумага очень хорошо держит пастель. Практически все виды пастели сухой. Но все равно, если я сделаю фон и рукой задену. Потом оставлю где-то след. И это придется стирать. Вот чтобы этого не произошло, проще рисовать вот так вот, как я сверху вниз. То есть я начала с одного уха. Сейчас я делаю второе. Потом уже спускаюсь на лоб. И на лбу, видите, у него очень интересный рисунок. Как его показать. То есть сначала я беру серый карандаш. Делаю такую базу, подкладку. Растушевываю ее. Потом уже добавляю черный карандаш и белый. И миксую их вместе, чтобы получался контраст такой, который и у него присутствует. Вот. Здесь нужно также добавлять другие оттенки. То есть хоть сам кот, он выглядит черно-белым. Но, например, вокруг глаз у него присутствует розоватый. Ну, про носик я не говорю. То есть нужно добавлять розовый, коричневый, какую-то охру. Чтобы сам рисунок был более живым. Что касается глаз. Потом приступаем к глазам. Я обвожу их контур черный. Показываю, где зрачок. И буду для них уже использовать сухую пастель желтых, охристых, зеленых оттенков. Немного оранжевого. И такой маленький секрет. Чтобы глаз был объемным, нужно использовать очень светлый цвет для блика. Белый, да? Такой прям ярко-белый. А также, где зрачок черный, видите, там я добавляю немного синего оттенка. Можно серого или синего, голубого добавить. И сам зрачок, и глаза, они будут казаться более объемными и живыми. После того, как я нарисовала носик, я опускаюсь ниже. Прорисовываю, где у него щечки, место под усы будущие. Здесь я уже сделала фон справа. Также сделала черную пастелью. По краям немного добавила серый. Растушевала. И потом границы его шерсти, где шерсть прикасается с фоном, тоже нужно будет немного растушевать, чтобы это выглядело более мягко и более объемно. У него, видите, очень интересный окрас. То есть, сама грудь, шея, она практически полностью белая. И ближе к спине, где передние лапы, уже начинается такой темный цвет и такие небольшие полоски идут. Вот это я тоже обозначила. И левый нижний угол, я его делаю более сглаженным, чтобы виден был такой уход и объем. Нужно не забывать все волоски прорисовывать. Самое основное, как я говорила, сделать подкладку какую-то серого цвета, например. Потом добавить самые темные места, черным, коричневым цветом. В данном случае черным. И потом уже дорабатывать белым. И за счет этого будет создаваться такой эффект контраста. Кстати, вы знали, что у мэн-кунов, у них очень интересное происхождение. То есть, есть разные версии. Одни говорят, что это связано со штатами Мэн. Другие говорят, что порода произошла от скрещивания полудиких кошек и енотов. Поэтому так и назвали. Кто-то говорит, что Мария Антуанетта перевезла своих шесть домашних кошек в штат Мэн. И так появилась порода. На самом деле, они очень интересные. Мне нравится, что они выглядят очень такими суровыми, грозными. По характеру они очень такие мягкие, обходительные и добрые коты. Напишите, что вы думаете. Или у кого тоже есть мэн-куны, какие они по характеру. Что я еще хотела сказать по поводу усов. Чтобы усы хорошо читались, светлые, на более темном фоне, то нужно не делать под ними фон слишком светлым. Даже если он там практически белый, тогда они будут читаться. Видите, у меня где шея уже приходит грудь, здесь шерсть таких бело-серых оттенков. И поэтому усики очень хорошо видны. А также у него, у Эдди, видите, усы не только белые, но еще есть черные. Как и у многих других котов на самом деле. То есть изначально ус растет черный, а потом он переходит в белый цвет. И так не только у черно-белых котов, но у моего рыжего кота тоже, например, так. Какой-то ус есть полностью черный, а какой-то идет из черного и белого. Вот такая особенность. Сейчас я добавляю последние детали, последние штрихи с самым светлым оттенком. И портрет готов. Сейчас вам покажу покрупнее, поближе. Вот такой вот котик. Вот такой получился портрет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, похоже ли, понравилось ли вам. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. Поделитесь этим видео с друзьями. Это поможет распространению моего творчества. И всем большое спасибо. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok